Приветствую всех заглянувших на мой канал. Сегодня будем говорить о каприфоле. Итак, каприфоль. Это жимолость. И это многолетняя лиана. Смотрите, как она чудесно расположилась на арке. Ей просто необходимо иметь какую-то опору, которую она будет оплетать. Это может быть арка, просто столб, шпалера, беседка, что-нибудь, запор, что-нибудь такое, что даст ей возможность опереться. А потом, когда уже нарастет ее масса, она порадует вас очаровательными цветами. Я вам показываю желто-оранжевые оттенки. Они могут быть еще и розовыми, и беловатыми. И даже где-то встретила информацию о синеватых. У нее развитая корневая система, поэтому особого укрытия на зиму ей не требуется. Она требует особого внимания только в северных районах России. А у нас она растет и зимует просто. Снег, который вот счищается с дорожки, сюда попадает, ее прикрывает корешки, и все. Очень неприхотливо. Не надо ей дополнительного какого-то обустройства. Ей бы желательно только освещенное место, полив хотя бы не реже раза в неделю. И беседку очень чудесно оплетет. И в беседке потом будет тоже так уютно. Ее очень великолепные цветы. Они обладают запахом. Сами по себе они небольшие, около 5 сантиметров. Каждый цветок. Но так как они собраны вот в такую кисть, то очень эффектно смотрятся. И необычно. После отцветания завязывается ягодка. У нас это красноватого цвета. Они, конечно, несъедобные. Но декоративности этой ли они добавляют. Ее давно уже используют в ландшафтном дизайне. Уже более 200 лет. И радует она. И вертикальное озеленение с ее помощью. Можно и тенистое местечко организовать. И спрятать какую-нибудь неприглядность, какое-нибудь строение, которое не очень красиво выглядит. Оплетает быстро. За сезон наращивает около метра ветвей. И как я и говорила, сначала это ей надо опору. А потом уже она по самой этой опоре будет виться. У нас вот веревочки повешены. Размножить можно семенами, черенками, отводками, делением куста. Любой способ. Самый простой. Это, конечно, пришпилить нижнюю ветку молодую, присыпать землей, поливать. И будут появляться корешки. Видите, какое уже наросло сплетение ее веток. Очень неприхотливое. Вид изнутри из беседки. Здесь, конечно, уже необходимо ее немного подрезать, потому что она разлохматилась и растет уже, мешает уже на лавочке посидеть. Поразительное растение. Если вы что-то думаете для своего садового участка, вот возьмите, пожалуйста, это на заметку. Душистые, красивые цветки. Цветет около трех недель, в зависимости от прохлады, конечно. Ну, около трех недель. Конец мая, начало июня. Рада была повидаться с вами. Рада была рассказать вам о таком растении. До следующей встречи. С вами была Марина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова